Ну какую? Я вчера сидел полный день и читал дипломные работы, которые сегодня защищались. Вот. Они мне очень понравились. Действительно, есть очень хорошие работы. А вот как вы можете оценить дипломные работы наших студентов? Есть несколько работ. Есть, ну, для уровня бакалавра, просто выдающиеся. Выдающиеся по своей законченности, по замыслу. Но, понимаете, ведь программа бакалавра так устроена, что очень мало времени выдается на диплом. Вот по сравнению там с прежним специалитетом, как это называлось, целый семестр шел. А сейчас я знаю, как это все делается. Я сам учу бакалавров. И я представляю, сколько нужно усилий потратить, чтобы в этих условиях написать хорошую работу. Я сегодня увидел, ну, вот я отметил там четыре работы просто очень высокого уровня. Это первый отмет. А второй – это то, что среди них не было, знаете, таких бывает, бывает, отсталые работы. Вот бывает, что, ну, студенту боишься задать вопрос, потому что, вот, ну, задашь ему вопрос, он утонет. Вот, и здесь таких близко даже нет. Все работы действительно хорошего уровня. Ну, во-первых, ваши, ваши выпускники, они были Bachelor of Art. То есть это, в общем, мои, это Bachelor of Science. И поэтому там, конечно, есть разница. Если говорить о возможностях для работы, ну, вот, было время, относительно еще недавно, когда гуманитарии имели как-то больше возможностей. Был больше востребована работа, ну, всякий пиар всевозможный. Вот, но сейчас, ну, я не знаю, правда, я не могу сказать про Кыргызстан. Я вижу, что в России возродился интерес к техническим специальностям. Ну, компьютерные науки, они всегда были востребованы. Вот. Экономистов сейчас перепроизводство, юристов перепроизводство. Это не значит, что, как говорилось раньше, вот в Америке я читал в одной книжке, безработных программистов много, на хороший проект программиста не найти. Так же и с юристами. Безработных юристов полно, но когда нужен настоящий опытный, там, адвокат или что-то, то это единицы. То есть профессионалы, они всегда в цене. Я вашим студентам пожелаю очень банальную вещь – учиться хорошо, учиться. А главное – ценить это счастливое время. Вот я для себя в свое время придумал такую формулу. Сколько человек не добрал в университете по сравнению с тем, что мог. Вот себя я оцениваю где-то, ну, процентов 60-70 я получил из того, что мог получить. У меня есть друзья, которые недополучили 10%. Это гиганты вообще. Такие люди очень редко. То есть то, что ты пропустил в университете, ну, бывает так, что вот книжка есть хорошая, там есть чем заняться, и пропустил лекционный курс. Экзамен. К экзамену выучил эту книжку, принес, все сдал, даже хорошую отметку получил. Через две недели все забыл. Ну, через месяц все забыл. А когда ты вот так по малому, по малому, по малому, по крупинкам собираешь, получается большая куча. И, в общем, поэтому наверстывается в последующее время то, что пропустил в университете, наверстывается тяжелейшими усилиями, и то не наберешь все. Вот пропустил курс какой-то лекционный, потом он тебе по жизни нужен. Что ты читаешь, а поговори со студентом, который сейчас этот курс выучил, и ты обнаружишь, что ты ничего не знаешь. Поэтому университет, это инвестиция. Это инвестиция в свою будущую жизнь. И на инвестиции не надо экономить сейчас. Вот такое у меня пожелание. Вкладывайте в себя будущего, и вы получите хорошее урожай. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!